Дорогие коллеги, мне очень приятно, что мы в этом зале собрались на все раз для того, чтобы вспомнить о том, какие великие имена связаны с историей Московской консерватории. И вот, по моему убеждению, если говорить о тех, кто стоял в руле консерватории, то после Николая Григорьевича, это, предусловно, Василий Ильич, потому что именно вот эта фигура появилась в тот момент, когда, ну, определялась практически вся дальнейшая судьба консерватории. Сейчас, когда мы отмечали 150-летний бюджет самой консерватории, конечно, об этом говорили много, очень замечательные издания, то есть то, что мы сегодня будем обсуждать, это уже, я бы так сказал, очень интересные, но детали, детали того, что вышло на первый план тогда, когда действительно расставлялись акценты в истории консерватории как таковой. Ну вот, среди этих деталей, на самом деле, очень много такого, что имеет смысл еще раз обсудить, имеет смысл еще раз внимательно обдумать в контексте всех событий, которые происходили в это переломное время. И, конечно, вот те доклады, которые включены в программу конфиденции, они невероятно интересны, и, конечно, мы будем ожидать появления еще одного сборника, еще одного источника информации, который будет, конечно, в дальнейшем точно так же востребован, как уже все, что до этого произошло. Сафонов – это действительно уникальная личность, уникальная даже если просто пройтись по его биографии. Казачий род, и, кстати говоря, это в нем было всегда совершенно очевидно, как объяснение многих его поступков. Расхождение с отцом в отношении карьеры, которую он сам для себя избрал. Петербургская консерватория, в которой он в 27-летнем возрасте появился, экстерном ее окончил. И, опять же, в противоречии с Давыдовым, который не благословил его на переезд в Москву, приехал сюда. И, опять же, по просьбе и по настоянию Чайковского и Занеева возглавил консерваторию именно тогда, когда только такая фигура могла, конечно, обеспечить ее блестящее развитие. Развитие и вот все, что сейчас вокруг нас, то есть строительство Московской консерватории, малого, потом большого зала – это, конечно, памятник на все времена. Я думаю, что именно это как раз стало сейчас, когда мы готовим идею, главной нашей обязанностью и ответственностью. То есть отреставрировать все, что он создал и продолжить то, что он наверняка продолжил сам, если бы не нашим современникам. Но не менее важно, конечно, фундаментальное выстраивание профессорского корпуса консерватории, потому что именно при нем пришли в консерваторию и вписали свою судьбу в историю консерватории те самые великие пенагоги, откуда и пошла, собственно говоря, вот эта традиция школ, школы Московской консерватории во всех ее ответвлениях. В дальнейшем вот сама судьба, опять же, это свидетельство, я думаю, не только характера, но и прозорливости, потому что вот конфликты, известные 905-го года, когда он вернулся из Америки, когда возникло вот это расхождение Даши Станееву, он тогда был очень жесток и он тогда был очень прав, как я совершенно в этом убежден. И сам его уход после того, как он был избран и когда он делегировал фактически свои полномочия и Политову Иванову, это тоже был очень мудрый шаг, потому что на следующем этапе, наверное, именно Михаил Михайлович и должен был появиться у руля Московской консерватории, поскольку на него как раз и попали уже все дальнейшие испытания. И первая русская революция, и первая мировая война, и февральская, и октябрьская, и гражданская, это уже был и Политов Иванов. И поэтому вот такая, собственно говоря, история Московской консерватории, она всегда побуждает нас не просто с трепетом, но и с определенной ответственностью подходить ко всем этапам нашей собственной работы, и в том числе, конечно, работы научной. Поэтому я очень благодарен тем, кто приехал к нам на эту конференцию, поздравляю со всеми окружающими нас праздниками, мужчин состоявшихся, женщин приближающимся, мы, соответственно, желаем вам успеха в нашей сегодняшней работе. И вечером у нас тоже будет в нашем зале консерватории концерт Светланы Бережной, и, соответственно, сегодня вот эта сторона также будет иметь отражение в программе конференции, а Светлана сегодня будет играть, играть в программе в консерватории, который построен великий, красивый, красивый, красивый. Желаю вам успеха.